Пинск знаменит россыпью талантов, для развития которых в городе созданы все условия. Это ещё раз подтвердил финал Республиканской предметной олимпиады, в котором приняли участие более двух десятков пинских школьников. В копилку славы города девять победителей последнего, четвёртого тура, принесли два диплома первой, три второй и четыре третьей степени. Из четырёх участников олимпиадного движения средней школы номер 12 трое вернулись с победой. В этом году вот так сложились звёзды, что у нас в школе есть самый долгожданный диплом, это диплом на заключительном этапе. Принесла ей ученица десятого класса Гришковец Диана. Ребёнок, который занимается биологией седьмого класса, который очень любит предмет, трудолюбивый, и, наверное, победа закономерна. Несколько лет шла к покорению Олимпа десятиклассница Диана Гришковец. Чтобы получить диплом третьей степени, который я так старалась достичь, мне пришлось перечитать очень много дополнительной литературы. Это очень многолетний труд, и я надеюсь, что в следующем году я тоже получу диплом своими силами. По-настоящему серьёзный экзамен по информатике выдержала в финале ученица 11-го А-класса средней школы номер 12, которая стала одной из лучших среди продвинутых информатиков. Сейчас я взяла диплом третьей степени на республике, что достаточно важно для меня, так как в этом году это уже выпускной класс, и я получаю право поступать в любой университет, который я выберу. Поэтому мне не нужно будет мучиться с ЦТ. Также в этом году было очень сложно взять диплом, в этом году были очень сильные конкуренты, как никогда. Её учитель по информатике Ирина Гончар считает, что эти победы – результат огромного труда самой Виктории. Но рядом всегда должен быть наставник, помощник и друг. В первую очередь это, конечно, большой труд самой Вики, потому что без этого труда дополнительного, в который вкладывается время, в который вкладываются силы, в который вкладываются нервы, ничего бы не было. Помогать, поддерживать. На первых порах, конечно, нужно вкладывать очень много времени и сил в ребёнка, для того, чтобы он просто это не бросил, потому что это тяжело. И если не будет поддержки, тогда у очень многих детей пропадает желание этим заниматься. Просто потому что тяжело. Встретить талантливого ученика – звёздный час истинного педагога. И покорённые учениками вершины – это и есть высшая оценка труда наставника. С девятиклассницей Полиной Богинской учитель английского языка Ольга Шкудун занимается с пятого класса. И за яркую победу готова выставить ей наивысший балл. Эта победа, которая принадлежит прежде всего ей, это колоссальный труд её, это прежде всего её заслуга. Естественно, я как учитель со своей стороны, в принципе, должна была и выполнила, считая, все свои обязанности. Я помогала, готовила материал для подготовки к Олимпиаде. Я очень долго готовилась к этой Республиканской Олимпиаде. И очень много выложила трудов и много времени. И я очень рада, что получила такую степень и такую награду. И для меня это очень большая честь – показывать свою школу и город на таком большом масштабе. Яркой звёздочкой среди знатоков биологии вспыхнул на школьном Олимпе ученик девятого класса средней школы номер 14 Сергей Банцевич. Я за это время очень много перебрал литературу. И вообще главное – это интерес. И мы с Валентией Сергеевной, моей учительницей, очень много проработали, очень много. И цена – это за труда. За всеми этими победами поистине самоотверженный труд школьников, в которых поверили их наставники и были рядом на тернистом пути познания. Учителя молодцы, дети молодцы. Я всегда восхищаюсь и поражаюсь вот этими детьми, потому что вся эта работа в первую очередь – это талант учителя, это его работа. Но в первую очередь – это заслуга ребёнка. Потому что без желания, без усилий, колоссальнейших усилий, достичь таких высоких результатов невозможно.